Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат. В этом видео мы поговорим о том, а может ли ВУЗ заставить студента работать. Очень часто поступив в ВУЗ, студент сталкивается с такой ситуацией, что ВУЗ привлекает его к какой-то работе. Это может быть какие-то дежурства, это может быть уборка в общежитии, может быть уборка территории, либо что-то подобное. И вот здесь возникает вопрос, а имеет ли ВУЗ право требовать это и обязан ли студент выполнять такие требования. Ведь очень часто ВУЗ прикрывается своими документами и говорит о том, что у нас в правилах внутреннего распорядка вот же написано, ты обязан подежурить, либо обязан заниматься трудовым воспитанием. Да, они прикрывают это даже под такими громкими словами, что мол это трудовое воспитание, непосредственный процесс, мы же работаем, можно сказать, над тобой. Ну это в смысле, когда ты работаешь вместо нас, мы работаем над тобой, мы типа тебя воспитываем. Друзья, ответ на этот вопрос очень простой и он содержится в двух документах. Первый документ это Конституция Украины и там в 43 статье сказано, что запрещается использование принудительного труда. А принудительным трудом считается любой труд против воли человека, то есть труд, который его заставляют выполнять, под угрозой какого-то наказания, под угрозой каких-то санкций. Да, очень похоже на то, что происходит в некоторых вузах, когда студента заставляют что-то делать и рассказывают ему, что ты там что-то не сдашь, либо мы тебя отчислим. Второй документ, который содержит ответ на наш вопрос, это ваш контракт, ваш контракт с вузом. А давайте вспомним, что там написано, а даже не будем вспоминать, ну просто подумаем, о чем этот контракт? Какие ваши обязанности? Ваши обязанности платить вузу, а вуз обязан учить вас. Ну и там есть еще маленькая обязанность, что вы тоже должны учиться. Но там нигде не сказано о том, что вы должны работать на вуз. Нет, это вуз должен обеспечить вас соответствующим общежитием, должен проводить там уборку, ремонт и тому подобное. Не вы это должны делать, вы должны лишь платить вузу за обучение и учиться, но не работать. Что же делать, когда вы столкнулись с ситуацией, когда вас заставляют в вузе работать? Друзья, это сейчас не для преподавателей, это видео для студентов. Вам, дорогие коллеги, все-таки придется работать, а вам, дорогие студенты, работать не нужно. Вспомните о 43-й статье Конституции Украины. Расскажите о ней тому человеку, который заставляет вас работать. Напомните ему о том, что ваш контракт не содержит обязанности работать. У вас есть обязанность учиться. Если же вам начнут рассказывать о том, что при чем здесь контракт, вот посмотри, есть правило внутреннего распорядка, где написано, что ты обязан работать. Друзья, обращаю ваше внимание, что в правилах внутреннего распорядка может быть написано все, что угодно. Вот все, что угодно вуз там может написать, что вы утром обязаны вставать с правой ноги, делать три прыжка на левой и только после этого идти на занятия. Все, что угодно там может быть написано. Но это не значит, что вы должны это выполнять. Вы должны выполнять только в той части правила внутреннего распорядка, которая соответствует закону. А если правила внутреннего распорядка не соответствуют закону, вы не обязаны их выполнять. Расскажите об этом тем людям, которые требуют от вас поработать в институте, подежурить, поубирать, либо что-то подобное. И главное, не нужно бояться этих людей. Не нужно бояться этих угроз. Если вы видите, что ситуация действительно уже конфликтная, то помните, у вас есть телефон. У вас есть мобильный телефон, в котором наверняка есть видеокамера. Пользуйтесь ей. Снимите эти угрозы на видео, и вы увидите, как люди станут с вами позговорчивее. Потому что им проблемы совершенно не нужны. Им совершенно не нужно, чтобы вы выложили этот ролик в интернет, и он набрал миллион просмотров. И главное в этой ситуации не бояться. Помните, что вы, по сути, клиент этого заведения, а мы же помним, что клиент всегда прав. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. На этом все. Всем удачи. Пока.